Сегодня в Сирии правительственные войска отбили атаку боевиков на южных и юго-западных подступах к Алеппо. Как сообщают местные СМИ, экстремисты пытались прорваться в городские кварталы, которые находятся под защитой сирийской армии. Ситуация в Алеппо за последние дни кардинально изменилась. Террористы постепенно теряют позиции. Часть боевиков, поверив амнистии, прекращают сопротивление и покидают Алеппо по созданному для них специальному коридору. Три гуманитарных коридора открыты для местных жителей. В ближайшее время число выходов увеличат до семи. Из освобожденных кварталов Алеппо репортаж нашего специального корреспондента Клима Санаткина. Еще три дня назад в этом районе Хальди на северо-востоке Алеппо шли ожесточенные бои. О том, какой силой лучше всего говорят вот эти кадры разрушения. Ни одно здание не уцелело. Здесь находились позиции боевиков, запрещенной в России организацией Джабхат Танусра. Сейчас террористов отсюда выдавили. Район Бонезет. Дома, школы, магазины. Все превратилось в руины. Положение сил в Алеппо последние несколько недель кардинально меняется. Эти районы в течение нескольких лет удерживали террористы. Буквально пару дней назад их удалось отсюда выбить. Здесь до сих пор запах гаря. А по этим улицам впервые можно пройтись спокойно, относительно спокойно, поскольку многие здания сейчас по-прежнему заминированы. Здесь, на территории старого завода в районе Бонезет, находился цех по производству баллонов со взрывчаткой. Видны масштабы. Вот многие уже практически готовы. 50 из них каждый день рвались в Алеппо в течение трех лет. Пару дней назад этот завод прекратил свою работу. Над мечетью сирийский флаг. Значит мир, значит безопасно. Корея Осман единственный, кто оставался здесь все это время с семьей. Его дом пострадал меньше остальных. Говорит, чудом. Все годы войны я оставался здесь, потому что моей матери 105 лет. Я не мог убежать. На протяжении всех этих лет на территории под контролем боевиков было все ужасно. Наша жизнь была похожа на ад. Они могли бросить гранаты в мирных жителей. Просто так, без причин. Обворовывали нас. Я рад, что теперь здесь тихо. Верю, что в наши дома однажды снова вернется жизнь. Террористы оставляли надписи на стенах. Вот, например, здесь написано, что 16-й отряд боевиков Джибхата Нусры будет находиться здесь до победы. Это предсказание не сбылось. О том, что по поручению президента российский центр по примирению враждующих сторон в Арабской республике совместно с сирийским правительством начинает масштабную гуманитарную операцию, стало известно на этой неделе. Необходимость такой кампании подтвердил и министр обороны Сергей Шойгу. Мы неоднократно призывали противоборствующие стороны к примирению, но каждый раз боевики нарушали режим тишины. Обстреливали населенные пункты, атаковали позиции правительственных войск. В результате города Леппо его пригороды оказались в сложной ситуации и подходят к критической гуманитарной обстановке. Чтобы оповестить население о возможности покинуть зоны боевых действий из осажденного города, были напечатаны информационные листы с подробной схемой коридоров и инструкцией по выходу. Это еще и своеобразный пропуск в Мирный Алеппо. Их сбрасывали с воздуха. С начала гуманитарной операции из контролируемых незаконными вооруженными формированиями районов через пункты пропуска вышло 169 мирных граждан. Сложило оружие 69 боевиков. 59 нуждающимся оказана квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, всем беженцам раздают продуктовые наборы. После отправляют в Центре гуманитарной помощи. Этот район называется 1070. Большой центр приема беженцев. Как только началась война, сюда начали приезжать люди. Сюда будут доставлять и мирных жителей, которые сейчас покидают опасные районы Алеппо через гуманитарный коридор, организованный совместно с Российским центром примирения сторон. Как вы знаете, сейчас открыты три коридора, по которым желающие могут покинуть блокадное Алеппо. Мы ждем людей, уставших от войны. Готовим эти дома. Работа идет полным ходом. Здесь, например, развернута вся инфраструктура, подведено электричество и водоснабжение. Здесь все готово, чтобы встретить людей, бежавших от войны. Это не единственный подобный центр. Их будет несколько. Обеспечивать будут всем необходимым. Одежда, питание. Вот, пожалуйста. Эта кухня работает 24 часа. За сутки здесь успевают приготовить 25 тысяч порций. Вот то, что уже готово. Рис, курица, суп. Часть еды раздают прямо здесь, часть отвозят на другие пункты питания. Россия большой друг. И всегда им будет. Я надеюсь на победу. Ваша авиация нам помогает. Сирийская и российская армии вместе большая сила. Это настоящие друзья. И все восхищены героизмом этих солдат. Ситуация на окраинах Алеппо по-прежнему остается напряженной. В восточной части города все еще находятся боевики в Джабхат-ан-Нусры. Тем временем в освобожденный район Бенезет возвращаются люди. Многим предстоит начать новую жизнь. Клим Санаткин, Вадим Денисов, Илья Репнин. Первый канал Алеппо, Сирия.